Мы посмотрели и выяснили, что тормозные диски и колодки сзади в ненадлежащем состоянии. Проехал на ней уже 147 тысяч километров. И представьте себе, те диски, которые вы видели, ни разу не менялись. Всем привет, на связи ОМЗАП. И сегодня хотел уделить пару минут буквально тормозным системам. Меня зовут Георгий, а это Hyundai i30 2013 года с пробегом 147 тысяч километров. Вот. Небольшой перечень работ, ТО, замена масла и диагностики некоторых систем привели к тому, что мы посмотрели и выяснили, что тормозные диски и колодки сзади в ненадлежащем состоянии. Давайте посмотрим, к чему приводит несвоевременное обслуживание тормозных систем. Вот, казалось бы, диск еще целый, если брать просто по толщине. Нет небольшого кантика, но посмотрите на его состояние. Поверхность фактически не работала. Почти целая тормозная колодка, почти не изношенная. И тоже с очень неравномерным износом. Посмотрим на другую колодку. Наполовину стерлась. Если вот так посмотреть, она кривенько стерлась. В общем, все-все-все говорит о том, что здесь очень давно не залезали в тормозную систему. Обращайте на это внимание при техобслуживании вашего автомобиля. Просите хотя бы заглянуть мастера, чтобы убедиться, что ваши тормоза работают в соответствии с нормой. При обслуживании тормозной системы вниманием надо уделить не только новые запчасти, но и грамотное и правильное обслуживание уже запчастей, которые стоят. А именно, например, тормозная скоба. Посмотреть состояние направляющих пальцев, смазать, зачистить их или вообще, может быть, потребуется замена. Очень часто их приходится отогревать, нагревать и выбивать. Пружинки, которые удерживают колодку, тоже требуют своего внимания. Их надо не только зачистить, но и посмотреть на их состояние. Если они, скажем так, как-то погнутые очень сильно бывают, они очень гнилые или ржавые, деталь можно всегда приобрести отдельно. И две незаменимые, обязательно новые вещи, которые лучше всего, конечно же, ставить вместе новые. Первая – это колодочки. В упаковке у нас только колодки, ничего лишнего, ничего другого нету. Корейская фирма. И еще диск новый фирмы Сангшин. Я пакетик уже снял, поэтому показываю вам чистый диск. Он в смазочке находится. Его обязательно надо будет протереть очистительной тормозной системой. И после этого устанавливать. Внимание, конечно же, требует вот эта посадочная поверхность, на которой устанавливается тормозной диск. Ее обязательно надо очистить от грязи, помыть очистителем тормозов и продуть воздухом, чтобы поверхность была максимально гладкая, куда устанавливается новый диск. Также, конечно, не рекомендуем заезжать, допустим, в лужу на разогретых тормозах. При этом вы можете почувствовать легкое биение на педали тормоза, когда начинаете тормозить. При этом не обязательно менять тормозной диск. Можно померить его биение и, если надо, то, допустим, проточить диск. 19 тысяч километров было у автомобиля пробег, когда владелец ее купил в 2014 году. Проехал на ней уже 147 тысяч километров. И представьте себе, те диски, которые вы видели, ни разу не менялись. Задние диски ни разу в этой машине не менялись. В принципе, это норма для задних дисков. Колодки он менял один раз, но, тем не менее, получается, что должного внимания задним тормозным системам не уделяли. И, как по нашей просьбе, сравнение. Hyundai i40 2013 года. Пробег 140 тысяч. Один владелец. Посмотрите, в каком хорошем состоянии задняя тормозная система. Я пообщался с владельцем автомобиля. Он уже один раз менял диски, уже менял колодки. И к нам приехал на чистку-смазку. Для сравнения, пробег здесь трассово-городской. 60% трасса и 40% город. Но, тем не менее, состояние тех дисков-колодок и этих вы видите сами. Подведем итог. На обеих машинах у нас было обслуживание тормозных системы на задней оси. Hyundai i30 уже давно уехал. У него сумма ремонта составила 7 050 рублей. Из которых 3 050 рублей это работа. Это замена дисков-колодок и обслуживание суппортов и вообще тормозной системы. И 4 050 рублей это диски с колодками. И Hyundai i40, у которого в сумме по задней оси обошлось 4920 рублей. Здесь стоит электронный ручной тормоз, который требует своего внимания. Итого, работа обошлась 3470 рублей. И запчасти 1450 рублей. Это только колодки. Пожелаем Сергею удачи на дорогах. Спасибо, я доволен. Отлично. Всего счастливого. До свидания. Если ваша машина попадает в автосервис или хотя бы в шиномонтаж, обязательно обращайте внимание на состояние вашей тормозной системы. Это ваша безопасность и безопасность окружающих. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, что вы думаете про это видео. Хорошего дня.